Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня журналист, ведущая программы «А поговорить» Ирина Шихман. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте всем. Напомню, также телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. И пишите в WhatsApp 2306191. Ирина, вам необычно чувствовать себя, когда вы не задаете вопросы, а когда на них отвечаете? Вообще, каково это интервьюеру отвечать на вопросы, когда у него берут интервью? Это сложнее, это точно. Сложнее, потому что ты не можешь контролировать ситуацию. Наверное, так. Когда вы берете интервью, вы всегда контролируете ситуацию? Или вы ее отпускаете иногда? Нет, ну я стараюсь контролировать, иначе, если отпустить, это может быть какой-то внутренний междусобойчик. Поэтому, нет, конечно, стараешься. Иногда не выходит, потому что герой оказывается опытнее тебя. И вот тут уже начинаешь лавировать, применять какие-то свои навыки. Но это и самое интересное в работе, на самом деле, когда до конца 100% контролировать не удается. Это же психология, игра в нее. Поэтому это самое вот, ну то, что меня в профессии заводит, будем так говорить. Ну вот на днях вышел очередной выпуск вашей программы. С журналистом Сергеем Минаевым вы разговаривали. У вас с ним разные взгляды на профессию? Да, это всегда интересно, я поэтому его и позвала. То есть это только поединок? Я на самом деле никогда, ну как бы, если заметить, то в моей программе не только те люди, чьи взгляды я разделяю. По-моему, это как бы основная задача журналиста – узнать, понять другую точку зрения. Вот мы с Сережей, по-моему, очень мило побеседовали, рассказали друг другу все, что мы думаем о профессии. Хорошо провели время и ушли не врагами, расстались. А это важно уйти не врагами, кстати, вот для журналиста, для интервьюера? Да мне кажется, да. Ну а почему нет? Ну как бы, ну да, зачем плодить врагов? Давайте так, если вы спрашиваете о том, делаю ли я интервью, чтобы потом всем нравиться своим респондентам, нет, конечно, нет. Но мне приятно, когда люди самые ироничные, готовы к каким-то острым вопросам и не считают после этого меня врагом. Мне кажется, что, ну как бы, это им огромный плюс. Надо сказать, что мне везло и, ну, практически все люди, которые у нас были, как бы, вот мы расстались с добрыми приятелями и списывались после интервью и созванивались с некоторыми. Поэтому мне здесь как-то везет. По какому принципу вы выбираете гостей из твоей программы? Да, наверное, по такому же, по которому и вы, это узнаваемость, желательно стопроцентная. Это собственный интерес и это интерес аудитории. Вот три факта. У нас есть огромный список, там 200 с лишним человек. И вот мы ими руководствуемся. В течение года всех обзваний, кто согласился, тот и пришел. Ну, вот Ларри Кинга в своих воспоминаниях, он как раз рассуждает на тему интервью. Он говорит, что моя мечта, может быть, он, конечно, кокетничает, улыкает, но тем не менее, моя мечта, чтобы продюсеры привели мне человека, о котором я ничего не знаю. Я бы в течение 40 минут сделал бы из него прекрасное интервью, потому что каждый человек интересен, у каждого человека есть судьба. И, наверное, я смогу сделать его интересным для большой аудитории. Не верите в эту концепцию, что интервью с неизвестным человеком может стать хитом, например? Ну, здесь разные вещи. Либо интервью с неизвестным. Во-первых, это очень странный посыл привели человека, о котором я ничего не знаю. Знаете, человек не подготовлен к интервью. Ну, Ларри Кинга как раз об этом тоже пишет. По поводу неизвестных людей. О, да, конечно. И они гораздо интереснее, чем для меня, по крайней мере, чем звезды. Более того, я за свою журналистскую деятельность делала на разных каналах. Мы делали несколько таких рубрик. Они назывались там «Просто люди» или «Мой мир». Когда мы снимали там двух-трехминутные монологи обычных, самых обычных людей об их жизни. И, конечно, то, что происходит за стенкой у соседа, это в сто раз интереснее, чем всем известная жизнь звезды. Ну, во-первых, это разный подход. Там ты просто выслушиваешь судьбу человека, который никто не знает. И там такие повороты, и такие переживания. Да, это, конечно, в сто раз интереснее. Но, к сожалению, как показывает наша телевизионная практика, рейтингов это не дает никаких. Только, собственно, интерес. Как долго у вас занимает подготовка к интервью, к выходу данной программы? Порядка, ну, минимум два дня. То есть на два дня вы погружаетесь в одного человека, который будет вашим гостем? Ну, это чтение статей, куча просмотров интервью, дополнительной информации, возможно, прочтение мемуаров и так далее. Ну, да, это достаточно долгий процесс. Ну, вот опять же, возвращаясь к Ларри Кингу, и вы как раз отметили, что если ничего не знаю о человеке, то, соответственно, к нему не подготовлен. Ларри Кинг как раз там говорит о том, что я хочу оставить себе право удивляться этим человеком, а если я много о нем знаю, то, в общем, мне уже становится неинтересно с ним разговаривать. Ну, по крайней мере, так он это описывал в своей книге. На ваш взгляд, можно сделать хорошее интервью, если не уделить внимания и время подготовки к нему? На импровизацию можно выйти? Можно. На самом деле можно, потому что, во-первых, есть люди, которые, ну, как это мы их называем, говорящий синхрон между нами. То есть там можно журналисту совершенно там сказать «А!» и услышать «БВГД» и до конца алфавита. Можно и можно, можно же делать не актуальное интервью, а сделать интервью про детство, про воспоминания, и на эту тему можно особо и не готовиться. Так, давайте будем честными, есть там 10 вопросов, на которых человек все расскажет о себе. Другое дело, что есть люди, которые уже все рассказали о себе, и по десятому разу гоняйте, а как вы выбрали эту профессию, а как ваша мама, почему ваши родители развелись, а вы учились там в школе для особо одаренных и так далее. Ну, как бы это уже неинтересно. Когда звезда новая, так спокойно можно работать, конечно, без подготовки. Но приходилось, есть у вас такой опыт, когда не было времени, не было возможности, и вы выходили уже непосредственно на импровизацию? Ну, импровизация, давайте так, существует всегда. Невозможно составить список вопросов и знать, что человек тебе сейчас четко по ним ответит. Обычно они уходят вообще в другую сторону и уж там импровизируют. Для этого и нужна подготовка, потому что если ты не готов, ты не знаешь, как варьировать с теми или другими фактами. А когда ты знаешь, где человек работал, в каких спектаклях он играл, с какими режиссерами он в ссоре, в принципе, ты легко плаваешь в этой беседе. Но, слушайте, да, я семь лет работала в программе «Истории в детали», где мы каждый день снимали по одному, по несколько звезд. И там у нас была задача не актуального интервью, не политического интервью, а интервью именно портретного. И там, по сути, набор тем примерно одинаков. То есть ты можешь рисовать портрет человека, он может быть в ярких красках, может быть в черно-белых красках, может в стиле авангард, но, в принципе, это портрет. Это человек вот с его непростой судьбой. Но телевизионный формат сильно отличается от интернет-формата, от Ютуба, в частности? Он свободнее, в смысле интернет свободнее, понятно, особенно в России. Нет, не сильно, я занимаюсь своей профессией. Единственное, что я рассказываю всегда, что я получила колоссальную свободу, а это значит вернулась к своей профессии, на которую я, в принципе, училась в начале 2000-х, когда на экране были те люди, на которых я смотрела, НТВшники старой школы, мой учитель Сергей Майоров, и когда это была настоящая журналистика. Потом она куда-то исчезла, и я как-то ушла совсем в светское, занимаясь портретами, любовями, разводами и какой-то такой гламурной жизнью. Ну, в смысле, оповещая, рассказывая об этом. А сегодня я вернулась и поняла, что я могу вдруг задавать политические вопросы, я могу спрашивать все, что я думаю, высказывая свою точку зрения. Ну, на телевидении российском сегодня это просто невозможно сделать. Потом есть такая веселая история, как хронометраж, конечно. Телевизионный когда-то должен существовать в рамках заданного программой времени. Времени. Здесь нет. Так как я человек, вечный перебор, и всегда редактор вырезает последние какие-то минуты, и я со слезами говорю, боже, оставьте, ну, пожалуйста, весь фильм на смарку. То здесь нет такого, сколько получилось, столько есть. И главное, зритель готов к длительному просмотру. То есть если интервью меньше часа, нам уже пишут, что случилось, типа, почему так мало. Вот, это такие приятные, полезные бонусы. Ну, и потом мы так много не заморачиваемся на тему какой-то рекламы в кадре, лейблов. Знаете, на телевидении вечно, если человек пришел в кепке с надписью какой-то фирмы, это вечно надо перевернуть, снять футболку, перевернуть на другую сторону. То есть те люди очень заморочены вот на этих рекламных бюджетах, и ни в коем случае, если какой-то лишний бренд попадет в кадр. Здесь мы не заморачиваемся на эту тему, мы не заморачиваемся, как это должно выглядеть. Плохо снято, нет фокуса, бог с ним. На самом деле в Ютубе все проходит. Не проходит только плохой звук. Что касается заставки вашей программы, как вы считаете, насколько она соответствует содержанию? А еще раз, у нас что-то со связью, еще раз повторюсь. Да, что касается заставки вашей программы, насколько она соответствует содержанию программы, на ваш взгляд? Ирина, и вы пропали сейчас, и мы слышим только, не слышим, вернее, вас совсем. Слышно? Да, сейчас слышно. Да, плохой звук не проходит у нас. Про новую заставку или про старую? Я про новую, наверное, заставку. Насколько она соответствует содержанию? Но эти вопросы, которые мы получаем от наших радиослушателей сейчас по социальным сетям. Мне кажется, радиослушатели говорят про старую заставку, потому что там у нас летали губные помады, каблуки и разного рода гламурные штучки, которые мы делали изначально, потому что изначально наша программа задевалась как нечто другое. И там должно было быть три девушки-ведущих, осталась одна. И с Нового года мы сменили заставку на более лаконичную. И, по-моему, сейчас она вполне себе соответствует. Ну, в смысле, там «Мое лицо» и название программы больше ничего. Спасибо, кстати, Борису Казачкову за столь красивую заставку. Вот вопрос от нашего радиослушателя, кстати, ведущего программы «Говорящие головы». Это достаточно популярный проект в латвийском сегменте интернета, по крайней мере. Он задает такой вопрос. Я бы хотел спросить про Дудя. Как вы к нему относитесь? И не чувствуете ли вы, что всегда, чтобы вы не сделали, будете номером два? Даже если вы давно его превзошли. Да, конечно, я просто позже, чем Юра оказалась в Ютубе. Поэтому я буду всегда номер два. И каждое интервью у меня будут спрашивать про Юру. Я прекрасно отношусь к Юре, смотрю его программы каждую неделю, считаю его очень хорошим журналистом. И спасибо ему, что он показал нашим телевизионщикам, что есть еще одна площадка для творчества. Ну, то что про вас говорят, что вы женская версия Дудя? Со знаком плюс или со знаком минус? Смотря кто говорит, как вы это оцениваете все-таки? Да никак я не оцениваю. Также можно сказать, вы знаете, Ксения Собчак в свои лучшие годы на телеканале Дождь была позднором в юбке. Ну, как бы это, на мой взгляд, это говорят люди, которые, ну, это говорят люди в Ютубе, которые вдруг увидели, что существует телевизионный жанр интервью. Который может брать любой человек, и все зависит от его личности и от того, как он делает эту беседу, интересно или нет. На каждом телевизионном канале присутствует свой интервьюер. На каждой радиостанции присутствует свой интервьюер. В каждом журнале присутствует свой интервьюер. И, как бы, говорить, что один украл у другого, ну, это странно. Ну, как вы относитесь, кстати, к Владимиру Познеру? Потому что, ну, он является, по крайней мере, самой известной фигурой на российском телевидении. И его программы очень хорошо смотрят в интернете. Вот Владимир Познер в вашем представлении сегодня остается главным российским интервьюером? Или, ну, не знаю, это уже такая слишком преувеличенная роль? Давайте так. Вы сейчас, это тот самый неудобный вопрос на сегодняшний момент. Потому что, что бы я сейчас ни сказала про Владимира Познера, меня можно закидать камнями. Потому что, ну, кто я и кто Владимир Познер? Если оценивать, насколько я сейчас смотрю и интересуюсь интервью Владимира Познера, реже, чем раньше. Давайте я вам вот так отвечу. Потому что вот когда он начинал программу, это было интереснее, на мой взгляд. Сегодня я в первую очередь посмотрю там Юру Дудя или интервью Пивоваровой Дзитко для РТВА на троих. Реже я посмотрю Познера. Ну, эталоны сегодня в профессии у вас существуют вообще? Я сейчас прям злюсь, что Netflix не выпускает второй сезон нового шоу Дэвида Леттермана, которое называется «Мой следующий гость не нуждается в представлении». Это вот такое большое открытие мое прошлого года. И, ну, это гениальное интервью с Обамой, с Клуни, еще там с комиками американскими. Но вот то, как это сделано, этот разговор двух абсолютно равноправных личностей, это очень круто сделано. И Леттерман для меня открылся, потому что то, как он вел, ну, как бы программу вот «Late Night Show», да, ну, это было развлекательное шоу обычное, а здесь он просто потрясающим интервьюером оказался. Вот, пожалуй, тот человек, у которого я сегодня там пытаюсь учиться и смотрю чуть ли не с блокнотом, а с карандашом. То есть это лучший интервьюер, на ваш взгляд, сегодня? Я не буду так говорить, я не знаю, я, возможно, чего-то не знаю, но как я буду сейчас утверждать, это лучший интервьюер. Я вам говорю, что я с удовольствием смотрю программу «На троих», я с удовольствием смотрю «Дудя», я с удовольствием смотрю «Леттермана». Вот те люди, которых я рекомендую к просмотру. Ну, вот для меня это сегодня лучший интервьюер. Вообще мой учитель, как сказать, мой заочный учитель, вот раньше я смотрела все ее интервью, это Ксения Собчак, но сегодня я так сказать не могу. Ну, вот, кстати, на ваш взгляд, как меняется жанр интервью? Потому что мы можем вспомнить «Фрост против Никсона», серию интервью, которые в какой-то степени изменили историю, потом был фильм «Фрост против Никсона», Джексона, в котором, в общем-то, эта история показана. Сегодня мы наблюдаем такой ренессанс жанра в интернете, что интервью стали собирать миллионы просмотров и в Рунете, ну и вообще в целом наблюдаем такой ренессанс жанра. Как меняется интервью, как вы считаете? Или нет? Или все остается по-прежнему? Мне сложно, как бы, да, мы приводим международные премьеры, мировые премьеры, да, а здесь вот как меняется, мне легче говорить о России. Ну, на самом деле, если брать телевизионную, вот, нашу эпоху, начиная с 2011, а может быть, еще чуть раньше, да, то, конечно, в телевизоре вы давно не встретите личностей. То есть, скорее всего, это телеведущий, которому редактор написал вопрос, если мы не берем Познера, да, сейчас, которому редактор написал вопросы. Чаще всего это какие-то актеры или писательницы, которые сидят и задают кем-то написанные вопросы. Я, ну, как бы, я представляю просто и понимаю, как это работает. Чаще всего они еще сидят с ухом, в которые ему говорят, как отреагировать на тот или иной вопрос или что задать дополнительного. Чаще всего этот интервьюер вообще не подготовлен к интервью, это просто работа, он пришел, отторобанил два часа, заработал свои хорошие гонорары и ушел. Что это сегодня дает Ютуб? То есть, вдруг мы вспомнили, что интервьюер – это личность, он может быть плохим мальчиком, она может быть гимназисткой хорошей девочкой, но за ним тоже интересно наблюдать. Это не подставка под микрофон. И вдруг появились, ой, точно, можно же задавать неудобные вопросы и спрашивать про то, что все думают, но никто не осмеливается, а если осмеливается, то в телевизоре это обязательно вырежут. Ну, как оно изменяется? Новое – это хорошо забытое старое. Старое – все это было в нашем телевизоре в 90-х и в начале 2000-х. Мы все этим занимались когда-то или смотрели на наших учителей. Вот, пожалуй, главное отличие. Ну, опять же, я сравниваю телевизор и Ютуб. Является ли это каким-то изменением в жанре интервью? Не знаю. Просто люди соскучились и ушли на другую площадку. Соскучились по своей профессии, а зрители соскучились по настоящей журналистике. Вы упомянули, что вначале у вас было трое ведущих, потом две, у вас было двое, и теперь вы одна. Вы нашли свой формат? Да, на самом деле это были, странно назвать это поисками формата. Дело было в другом. Несколько лет назад я вела программу «Ой, все», она называлась, на телеканале «Москва-24». Там сидела, то есть я как-то придумала этот формат. Там сидело три девушки – блондинка, брюнетка и рыжая. Блондинка, и они исполняли, то есть мы все были интервьюерами, и все исполняли какую-то свою роль. То есть блондинка играла блондинку и задавала самые глупые вопросы в самые необычные ситуации, а потом всегда гладила героя по голове. К нам приходили только мужчины, это было правило. Брюнетка играла роль феминистки, задавала такие самые умные вопросы, подкрепленные какой-то статистикой, научными фактами. А я, будучи рыжей, играла роль стервы и задавала самые неудобные, хамские прям вопросы. Вот так мы и игрались. И действительно, это было достаточно популярное шоу. Потом я просто ушла на другой канал, шоу закрыли. А через несколько лет мне позвонил, собственно, наш главный продюсер канала и говорит, а не хочешь ли ты повторить все то же самое на Ютубе? И мы решили это сделать, просто набрали других соведущих из известных блогеров. Так появились три девушки, мы записали пилот, но после пилота сделали небольшой опрос среди коллег и поняли, что мужчины не удовлетворяют девушку. Блондинка, давайте оставим двоих. Оставили двоих. Потом выяснилось, что Маша, которая была моей соведущей, все-таки нельзя брать в соведущие не журналист. Особенно если ты хочешь задавать какие-то серьезные важные вопросы. Получается, что я все время работала, а Маша сидела и молчала. Это выглядело не очень хорошо. И в конце мы поняли, что Маше, прямо скажем, мне очень интересно эта профессия. Так я осталась одна. Поиски ли это формата или не знаю. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут прервемся, а потом вернемся и продолжим наш разговор. Ирина Шихман у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня журналист Ирина Шихман. Ирина, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте всем. Ну вот в первой части мы уже говорили о вашей программе «Поговорись», которая выходит на Ютубе. Кто для вас был наиболее трудным, тяжелым, может быть, собеседником за время программы? Ну, очень сложно было с Марией Захаровой, конечно. Это большой профессионал своего дела. Спорить с ней крайне сложно. Особенно, когда ты пришел с повесткой, к которой она тоже не привыкла. Она так сразу нахрапом тебя берет. И потом Мария очень на нас обиделась, потому что мы несколько сократили интервью, потому что на каждый уточняющий вопрос Мария отвечала то же самое, и по кругу гоняла одно и то же, и никак не развивала мысль. Вот, она очень обиделась, везде ходит, говорит, что мы очень плохие люди. Это было сложное интервью. Дельфин был достаточно сложен, ну, просто потому что он как бы не самый говорящий человек на свете и не самый открытый человек. Но что-то мы попытались сделать, мне кажется, неплохо получилось. Вот, наверное, пожалуй, так. Как вы считаете, сложнее брать интервью человека, который много говорит, или который мало говорит? Потому что мне иногда кажется, что с человеком, который много говорит, брать интервью сложнее, потому что он просто не дает, в общем-то, задать вопрос, и начинает бегать. Ну, это вы берете две крайности? Ну, нет, давайте так, конечно, с человеком, который говорит больше, как бы проще. Его можно останавливать и все-таки направлять в другие русла. Давайте примем звонок у нас на линии радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Как, вот, на ваш взгляд, существуют, работают в России журналисты, тематика передач которых как бы прибывает в пространстве между дождем и центральными каналами? Спасибо. Вы хотите центристский взгляд. Середина. Да, золотой середины. Ну, вы знаете, на самом деле зря вы так про дождь. Я все-таки вот сейчас хотела было вам что-то ответить, а вот я думаю, что там, ну, как бы все уже взгляды представлены. Там существует Кашин, например, который, ну, уже совсем не либеральной повестки. Он же появляется на телеканале «Россия». Да, участвует в ток-шоу политическом. Да, участвует в ток-шоу, не знаю. Мне кажется, что вполне себе телеканал «Дождь» отвечает вот центристским взглядом, про который вы говорите. Там есть и те, и другие, и приглашают они разных гостей в плане того, что, ну, как бы разных взглядов, не только либеральных. Не знаю, что это. У вас отношение к федеральным российским каналам, информации на них, на ток-шоу, на политические темы. Да, например, вот Евгений Чичваркин, он недавно был гостем, в нашей программе посоветовал выкинуть телевизоры всем нашим слушателям. Ну да, я тоже отключила и отказалась, и не плачу уже за антенну дома. Мы не смотрим телевизоры, я не знаю, какое у меня отношение. Все телевизионные продукты, про которые я сегодня говорю, это, ну, это мои просмотры в Ютубе, или там, если я посмотрела программу Скобеевой, это потому что я готовилась к Кашину, например. А там программу на троих, да, то же самое, РТВА или Познера, но я посмотрю уже в Ютубе. Скобееву, кстати, не планируете пригласить? Планируем, но пока не занимались этим вопросом, так в мыслях есть. Ну, вы считаете, что телевизионное может каким-то образом влиять на умы людей, нести какую-то, ну, угрозу, может быть, условную? Ну, то, что влияет на умы людей точно совершенно, оно это и делает. Я частенько езжу по городам России далеким, где есть только две кнопки и разговариваю с людьми. Поэтому могу сказать, что вполне себе влияет. Иногда часто нам комментарии пишут, и понятно, что люди несколько даже не пытались разобраться в вопросах, они просто свято верят в то, что им говорят в телевизоре. Бабушка моя с дедушкой, например. Ну, вот вопрос от нашего радиослушателя, Евгений его задает, зачитаю, как есть. Почему вам запрещают брать интервью у Ходорковского, Навального и Чичваркина? А нам запрещают? Это вопрос от слушателя, читаю, как есть. Не знаю. Возможно, потому что мы как бы пока не пытались. Не знаю. Чичваркина, ну, скорее всего, еще этот вопрос про Чичваркина исходит из того, что мы съездили в Лондон и не записали его. Но лично я просто, ко всей моей любви к Евгению, просто он прошелся по всем ютуб-каналам российскому в последнее время и, по-моему, рассказал уже все, что мог. И я, извините, расписываюсь в своей профнепригодности, но я не знаю, что же такого нового на данный момент. Я могу спросить у Евгения, давайте сделаем небольшой перерыв, и мы обязательно его запишем, но не сейчас. Вот Владимир Познер, о котором мы уже говорили, честно признается, что есть стоп-листы на федеральных каналах. Да, разумеется. Если он, допустим, позовет Навального, то Первый канал не купит у него программу Познер. У вас есть стоп-листы? Ну, я сейчас говорю, конечно, не о том, что кто-то вам их навязывает, может быть, моральные какие-то или другие ограничения. То есть есть люди, с которыми вы не хотели бы разговаривать, но при этом понятно, что они узнаваемы и интересны. Ну, какие-то красные линии, может быть. Нет, вы разные вопросы задаете. Есть ли у нас стоп-листы? Ну, я говорю, что в ваш... Кто нам может их навязать? Ну, я не понимаю. Ну, ваш личный моральный стоп-лист, наверное. Моральный? Ну, есть человек, который узнаваем, но вы не хотели бы его пригласить именно по причине того, что, не знаю, за пределами нравственности какой-то он находится. Ну, вот меня все просили позвать Анастасию Волочкову. Я не позвала. Да нет, слушайте, есть герои, конечно, есть герои, которые мне, Ирине Шихман, мало интересны. Но я их зову, потому что я понимаю, что у них миллионные просмотры в Ютубе или в Инстаграме. Да, я понимаю, что... Но публике это интересно. Конечно, да, я зову таких людей. Например, кто? Могли бы сказать? Это странно говорить, мне с этими людьми работать еще. Но вы сказали о том, что Волочкову вы не захотели пригласить. То есть... Да, я в свое время делала про нее большое документальное кино, и как бы мне хватило. Я провела с ней два дня своей жизни. Вот, это сложно, выводить Анастасию из алкогольного опьянения. Как вы считаете, не становятся ютуберы ли заложниками, опять же, рейтинговых персон и рейтинговых вопросов, если вы, допустим, хотите затронуть какие-то, ну, сейчас я пафосно скажу, философские глубины, но приходится от этого отказываться, потому что можно потерять зрителей. Приходится упрощать интервью для того, чтобы оно было более популярным? Нет, точно не приходится упрощать интервью. Нет. Есть просто герои, с которыми ты можешь поговорить на серьезные темы, а есть герои, с которыми даже не стоит начинать разговор о политике, или они заранее там... Ну, мы, когда договариваемся с героями, мы просим заранее огласить стоп-темы, на которые они не говорят, не умеют говорить или не хотят, чтобы потом не возникло разногласия, знаете, когда заканчивается интервью, и все начинают, ой, а вот это вырежьте, а мы запретим, иначе вам выдавать в эфир, а еще что-нибудь, вот чтобы этого не произошло, мы, как говорится, давайте договариваться на берегу. Есть герои, и чаще всего именно эта фраза звучит, что я не говорю о политике. Ну вот в ютубе у нас приходят вопросы, Дима спрашивает у вас, с Прилепиным вы были очарованы или мне показалось? Я не могу сказать, что я прям очарована была, ну вернее так, мы совершенно с ним разных политических взглядов, при этом это достаточно обаятельный человек. Вот я не знаю, очарована это или нет, с ним, наверное, хорошо выпить, я думаю. Ну так, посидеть и поболтать одно удовольствие, но я, конечно, не поддерживаю позицию этого человека. Еще вопрос от Евгения, влияет ли на передачу руководству канала Москва-24? Я сейчас пытаюсь как-то вам, уточните, в какой степени, про то, могут ли нам диктовать героев, нет, а влияет тем, что нам платят зарплату, да. На компромиссы часто приходится идти? На какие компромиссы? Ну вот вы сказали о том, что платят зарплату, да, влияют, соответственно, могут ли вам указать, что вот этого делать не стоит или здесь нужно что-то смягчить? Конечно, могут. Все мы свободные люди и нам могут сказать, на наш взгляд, так лучше не делать. Но когда мы начинали этот проект и когда мы разговаривали о том, что мы хотим получить, и когда меня в очередной раз позвали делать этот продукт, я сказала, что как бы есть и будет ли цензура, мне сказали нет. И я говорю, давайте договариваться на берегу, что как только она появляется, я ухожу, я не буду этим заниматься. Мы на этом вот, мы как бы договорились. То есть сегодня Ютуб для вас это абсолютная территория свободы? Да. Ну вот еще один вопрос, который я хотел бы задать Юлия Коган, когда у нас была в эфире, это бывшая солистка Ленинграда, она сказала, что когда начала сольную карьеру, то отказалась от использования нецензурной лексики, хотя понимала, что меньше людей будет ее слушать, потому что мат помогает в какой-то степени заработать аудиторию. Вы тоже не используете нецензурную лексику, насколько я знаю. На ваш взгляд, оправдано ли использование в интервью нецензурной лексики? Как вы относитесь к таким проявлениям? Мне все равно, да, конечно, любыми средствами, слушайте. И у меня в моей практике, не вам поговорить, были герои, которые разговаривали исключительно на матах, и я понимала, что чтобы дать этому человеку раскрыться, мне тоже нужно на это переключиться. И в тот момент мои вопросы были не столь важны, там должен был быть конкретно синхрон человек, поэтому я спокойно общалась с ним на матах, позволяя человеку окунуться в то озеро, в котором он привык плавать. А здесь, ну, просто у меня нет привычки делового общения с матами, у кого-то есть, ну и бог с ним. А по поводу совсем не использования матов, вы тоже не правы, потому что у нас есть рубрика хейтеров, где я зачитываю комментарии хейтеров, и уж там мата предостаточно. Как я говорю, что эту рубрику очень не любят моя мама и мой папа. Ну вот как раз об этой рубрике вы стали ее записывать, да, как ответы, наверное, на критику в ваш адрес, да, со стороны хейтеров условных, которые есть у вас. Фейсбук, как вы воспринимаете критику на самом деле, вот, насколько она может вас ранить как человека? Профессиональная или человек? Какую критику вы имеете? Ну, это даже не критика, мы тоже читаем часто, что у нас пишут, это не критика, конечно, часто, но, тем не менее, там много... Какие-то определенные оскорбления, да, опять же. Оскорбления, да, и каких-то негативных таких проявлений вас задевает это, то, что пишут люди? Смотрите, когда ты работаешь в телевизоре, уродичекам проще, они с этим давно работают. В телевизоре у тебя нет обратной связи как таковой. Раньше приносили мешки писем, да, я вот не работала в это время, под стол еще ходила. Все, что у нас есть, это цифры рейтинга, которые тебе каждый день приносят, и говорят, твою программу посмотрела 9, там, доля 9,5%. Ну, вот, собственно, окей, это мой зритель, я знаю, там, это женщины, это мужчины, это подростки, это как пенсионеры. А когда ты уходишь в YouTube, вдруг ты сталкиваешься с огромным потоком мнений разных абсолютно людей, которые живут в разных городах мира, и как бы... И многие пишут просто, чтобы написать, да. Там у них вот хобби такое. И ты к этому изначально вообще не готов. Ну, от слова совсем и все воспринимаешь как чистую монету, что это пишут конкретно тебе, про твою внешность, твою национальность, про твой профессионализм или отсутствие его, как некоторым кажется. Про то, как ты выставил свет на интервью, какие у тебя операторы, как у тебя монтаж, как ты был подготовлен. Ну, и изначально, вот как мы только начали, ну, для меня это было огромным стрессом. До слез, правда. Ну, потому что вдруг тебе все говорят, что ты никто, звать тебя никак. И, как бы, и, конечно же, ничего не знают о том, что ты там сделал в этой профессии уже. Относиться... И чтобы не относиться к этому серьезно, собственно, мои друзья начали... Мой молодой человек, в частности, начал сидеть и за ужином очень смешно читать все эти комментарии. Я начала снимать это в Инстаграм. Вот. И потом поняла, что из этого можно сделать классную рубрику. И сегодня я настолько легко к этому отношусь. Это наш такой фан. Мы даже ругаемся, что негативных комментариев стало меньше, из чего делать хейтерскую рубрику. Ну, то есть я их, во-первых, перестала читать. То есть я их читаю только, когда мне мой режиссер Никита Лойк приносит их. Так, сегодня хейтерская рубрика состоит из этих комментариев. Что будем делать? Ага. Вот так вот. Ну, то есть это измени свое отношение, начни смеяться над этой ситуацией. И все. Слава и известность важна для вас? Это вам льстит, что вас узнают, а вас пишут? Конечно, льстит и, конечно, важна. Но я бы не пошла в ведущие. Да, у нас есть звонок сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день. Да, как зовут? Ирина. Правильно я понимаю, что госпожа Шихман у вас на проводе или в студии? Я просто только. Да. Правильно, понимаете. Здравствуйте, теска. Узнала по голосу, вот она, Слава. Хотела просто выразить свое восхищение. Это один из тех ютуб-каналов, которые я смотрю регулярно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. И это из последних просмотренных мною было интервью с Жанной Бадоевой. Абсолютный восторг. Очень легкое, очень интересное, очень кайфовое было интервью. Сейчас вот он, наверное, меня проклянет, но забыла. Может, так. Быстро, быстро. Максим Виторган. Максим Виторган. Классный актер, кстати, зря вы. Знаю, знаю, но вылетело из головы совершенно. И вот с ним как-то у меня не пошло. Классный мужик, в комментариях все писали, какой он чудный. Но что-то как-то вот мне было слишком спокойно, слишком, слишком скучно. А вот что было до этого и с Варнавой, и с Еприкян, и даже с Наилкой. Вам заходят наши женские интервью, как я поняла, да? Не только женские, кстати, вот с Веркосердючкой прекрасная. Прекрасная. Это было первое, которое я посмотрела на вашем канале, и вообще я в восторге нахожусь. И вот приятно посмотреть, вкусно послушать, и приятно посмаковать после. Спасибо, что вы нас смотрите и тратите на нас свое время. Не вот это вот лисе. Не трачу, а вкладываю в собственное интеллектуальное развитие. Вопросы дадите? Да, или только эти? Нет, не какие могут быть вопросы. Только продолжать, а хитеры, ну, просто козлы, все. Спасибо вам. Нам еще вопрос тогда сразу, примем, и звонок у нас. Здравствуйте. Алло, добрый день, Александр. Да, Александр. Вот характерно, так сказать, вот женщина звонила и говорит, кайфовое интервью. Вот сегодня день космонавтики, с чем я вас и поздравляю. Какие достижения, так сказать, в современной России считаете сейчас есть? Вот вы, я вчера смотрел вот кайфовое тоже интервью, как у вас их говорят, вот, среди москвичей. Подходили и брали интервью на улице. У меня такое впечатление, что, так сказать, происходит такая дебилизация общества. Как вам не кажется это? Спасибо. Ну, вот два разных взгляда на жизнь. Ох, я этим вопросом недавно, кстати, мучила гармоша по поводу вот наших, чем может гордиться Россия. Мучила не просто так, потому что у меня тоже к себе этот вопрос есть. А чем же вот гордиться? Потому что чаще всего, когда ты как журналист приезжаешь за границу и говоришь, что я из России, все сразу начинают спрашивать про Путина, про политику, и тут тебе уже не очень гордиться. Есть чем это, ты так съеживаешься и не знаешь, как оправдаться. Ну, что я вам? Я вам сейчас банальные вещи начну говорить, что у нас прекрасная классическая музыка, музыка, Гергиев, Анна Нетребко, балет до сих пор за границей. Но это все какие-то, знаете, нет, есть новые имена, но все равно это все, чем мы в советское время гордились, вот и гордимся до сих пор. Надо сказать, что мне нравится, что происходит в сегодняшнем нашем театре. Я просто очень близка к этому, ко всему, вот, и очень сильно интересуюсь. И вот сейчас даже нахожусь на театральном фестивале в Швейцарии, где тоже вот будут наши выступать. И понимаю, что мы сегодня делаем что-то очень важное на мировом уровне. На нас смотрят, к нам хотят приезжать, и у нас хотят учиться. Это то, что я знаю действительно хорошо, и за что могу точно сказать, что да. Но я думаю, что вот можно сказать, что... А еще мы вот в технологиях хорошие и классные ребята, но, к сожалению, все, кто хорошо работают в технологиях, уже работают за рубежом, а не в нашей стране. По сути, мы ничего же сейчас не производим, кроме Титана, чтобы, я не знаю, что-то вот так сказать, что мы подарили миру это. Не знаю. Больше вот кроме театра сейчас не знаю, что мы еще дарим миру сегодня. Еще вопрос из Ютуба. Спрашивают у вас, вы либерал, вы за людей или за государство? Крымчанин или Украина? Вот такой вопрос. Крымчей, да. Я либерал. Да, наверное, я либерал. Ну, по крайней мере... Вот понимаете, слово либерал-то изначально уже можно вот, когда оно создавалось, посмотреть, тогда нет. Ой, восьминую. Исходя из сегодняшнего значения этого слова, да, я либерал. Второе, что там было? Вы за людей или за государство? За людей. Крымчанин или Украина? Крымчанин или Украина? Ну, как задал. Так засчитывали. Поддерживаю ли я крымчан или поддерживаю я Украину? Крымчей. Вот этот вопрос, видимо, все-таки прозвучал. Я просто не понимаю. Это очень странный вопрос, потому что я понимаю, что крымчане... То есть вот люди в Крыму сказали, что да, мы хотим быть с Россией. Ну, как бы, окей, я понимаю этих людей, все понятно. Я не понимаю политику нашего государства по отношению к тому, как мы присоединили эту территорию. А людей-то я вполне себе могу понять. Они прави выбирать, в какой стране они хотят жить. И также Украину я всегда поддерживаю. Во-первых, я всегда любила эту страну. Мы очень много там работали и в свое время работали на телеканале «Украина». И делали для них документальные фильмы. И были в тройке самых популярных программ. Я наездилась в Украину. И знаю оттуда очень много людей. И у нас очень много, кстати, поклонников программы из Украины. И мне это дико приятно. И я тоже могу их понять, людей. И их отношение сегодня к России, к политике России. Вам не кажется, что сегодня по вопросу, чей Крым определяется такая система, свой-чужой? Да, вполне. Не на государственном уровне даже, может быть, а на бытовом? Да, на бытовом давно. А у нас еще определяется, знаете, за кого ты. Путин красавчик. Это тоже определяется. Вплоть до того, значит, до смешного. Я помню, у нас с подружкой рассуждали, что приложение Тиндер, да, знакомство. И она говорит, что я даже, вот если у человека написано, что я за Путина, я просто смахиваю налево сразу, я даже не буду общаться. И у меня та же самая ситуация, что я думаю, что я бы не смогла сегодня связать жизнь с человеком других политических взглядов. Это разные миры. На сегодняшний момент вот настолько это прям черное и белое в России. И в Америке, кстати. Это я тоже, это моя американская подруга, журналист. Она мне тоже самое рассказывает, что с приходом Трампа вот это весь, все население поделилось на черное и белое. Либо за, либо против. И эти люди, возможно, могут быть приятелями, но вряд ли будут очень близкими людьми. Еще вас спрашивают, Путин или Ельцин, и как вам ведро свободы от Уткина? Ведро свободы от Уткина прекрасно. Я, вернее так, я тоже не могу сказать, что я прям разделяю, потому что я была маленькой, в 90-е, и мало что помню. Давайте так говорить, но когда мне человек старше меня на 10 лет говорит, я склонна ему верить. Ельцин, конечно, но хотя бы по отношению к моей же собственной профессии. Ну вот вы сказали, что бываете в регионах и родились вы в Томске, если я не ошибаюсь. Как вы воспринимаете жизнь в регионах России? Потому что вот актер Дмитрий Лысенков был в нашей программе, он сказал, что жизнь в регионах России – это проклятие, после чего много критики было в его адрес. Есть в этом правда? Алексей Навальный перепостил это интервью, и критики стало еще больше. Да. Есть в этом правда? Как вы считаете в словах актера? Смотрите, регионы в России очень разные. Есть Сибирь, которая такой некий анклав, где более-менее чистые улицы. Что-то делается в науке, в университетах, и что-то есть для молодежи в плане поделать вечерами. Театры, студии, стендап какие-то, клубы, я не знаю, что-то делать. Это я говорю про Томск, про Новосибирск, прекрасно знаю. В Томске до недавнего времени даже еще было свободное телевидение. Пока ТВ-2 насильственным образом не закрыли. И это был какой-то островок вообще свободы и всего остального. Есть регионы, и я опять же, вот почему-то очень часто обижаются люди, которые там живут. Хотя я не понимаю, почему вы обижаетесь, а не высказываете это правительству города, или не пишете об этом в статье. И когда ты приезжаешь, ты понимаешь, какой же кошмар. У меня в свое время, ну, я не знаю, то есть город Таганрог потряс своими мусорными свалками на улицах. Или какой-то пылищей, все деревья в какой-то грязи, паутине. Вот мы приехали и попали. Возможно, сейчас что-то изменилось. Это было лет пять назад. Давайте так. Я была в городе Коряжма Архангельской области. Это вообще, то есть в городе, градообразующее предприятие, бумажно-целлюлозный завод. Стоит запах отвратительный. Вот, господи, забыла слово. Пахнет тухлыми яйцами. Сверо-водород. Да-да-да. И самое смешное, я прям прописала это в тексте, вот за что потом получила в журналистском тексте, что они производят бумагу для копировальных аппаратов, ну, в общем, и экспортируют ее за рубеж. При этом ни в одном заведении, вот уверяю вас, ни в одном, в котором я была, этого города, нет туалетной бумаги. Это уже было бы смешно, потому что когда нас пригласили в мэрию, мы пришли, я сошла, извиняюсь, в туалет. И даже там не было туалетной бумаги. Я говорю, ну, видимо, вся бумага ушла на экспорт. Вот. И вот эти улицы, по которым вообще невозможно пройти, если у тебя нет резиновых сапог, а дорог там и в помине не было. Ну, в общем, это все печально. И когда ты редко встречаешь прохожего без, не под алкогольным опьянением, это такой, ну, как бы, ну, ужас наводит. И каждый раз меня удручает то, что никак не развивается вообще туризм в наших городах. Я просто сейчас нахожусь в городе Базель, да, в Швейцарии. Это малюсенький город, 200 тысяч человек. И я просто поражаюсь, насколько здесь все сделано для того, чтобы люди сюда приезжали и оставляли здесь свои деньги. У нас потрясающие в России есть уголки. Например, меня совершенно поразил Дагестан и город Дербент. Это же невероятно красиво. Это, ну, я не понимаю, почему до сих пор они не сделали ничего, чтобы изменить имидж, да, о регионе, чтобы туда поехали туристы, потому что это природное богатство, это дико красиво. Но вот я человек, у которого есть деньги на то, чтобы приехать и оставить их у вас в вашем регионе. Я приезжаю, там нет ни одной маломальской нормальной гостиницы. Обычно это какое-то, вот если ты хочешь становиться в горном селе и посмотреть на эти горы, да, на заливы какие-то, то тебе нужно жить в каком-то бараке и ходить в туалет на улице. Я не хочу на это тратить деньги. Хотя вот так меня как журналисты привезли, показали открытку. Я понимаю, я бы сюда с удовольствием привезла друзей, мне хочется этим поделиться. И таких регионов в России очень много. Просто проблема в том, что туризм у них воспринимается как одна из частей, которой занимается комитет по культуре, и на это не выделяются деньги, ничего не происходит. Тогда как ты приезжаешь в Европу или в Америку, там из-за какого-то озерца, про которое есть легенда, что здесь когда-то, значит, ведьмы обряды совершали, они сделают из этого огромный туристический объект. И тебе магнитов напечатают, билеты будут продавать и зарабатывать деньги. Вот это меня больше всего в наших регионах, ну, как бы, волнует. Я дико радуюсь, когда я приезжаю и вижу какие-то современные, там, я не знаю, типа московского винзавода, выставочное пространство. Мы будем надеяться, что ситуация изменится. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, хронометраж вынужден и мы заканчивать. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир. Ирина Шихман была сегодня гостем программы. Спасибо. Абонент доступен. Всего доброго и до свидания. До свидания. Всего доброго. Счастливо.